Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира «Бизнес на технологиях 21 века». Мы поговорим о мобильном здравоохранении и о робототехнике. И та, и другая тема, безусловно, очень интересна. Я надеюсь, этот эфир вам, уважаемые слушатели, будет не безинтересен тоже. В гостях у меня сегодня Альберт Ефимов, директор по проектам кластера инновационных технологий фонда «Сколково». Добрый день, Альберт. Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, темы достаточно серьезные, я бы сказал, обширные, поэтому можно, наверное, сразу переходить к их обсуждению. Ну и, соответственно, с чего мы начнем, на ваш взгляд, что было бы логично? С робототехники? Да, я предложу бы начать с робототехники. Хорошо. Ну, в целом, да, если можно, осветите, о чем речь идет, когда мы называем вот этот термин, да, когда мы используем робототехника. Ну, я думаю, начать нужно с того, что, конечно, существует очень много количества мифов, заблуждений относительно того, что есть робототехника, и почему вообще интересно в современном мире заниматься робототехникой, не только с точки зрения увлечения, но и зарабатывать на этом деньги. Мы сейчас переживаем некоторый всплеск интереса к робототехнике, который вызван тем, что изменилась ситуация в технологиях. Если вы помните, наверняка в 60-х годах был всплеск интереса, связанный с космосом, с научной фантастикой. Фантастики очень много, конечно. Да, 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 конечно, что роботы будут среди нас вот-вот. Вот, казалось, значит, в следующие 10 лет мы уже увидим искусственных людей, которые будут превосходить нас по своим возможностям, в том числе физическим, интеллектуальным. Вот, этого не произошло. И когда теперь говорят о роботах, особенно в среде технических специалистов или людей, которые занимаются вообще коммерциализацией новых технологий и изобретений, то как-то люди начинают пожимать плечами, отворачиваться в сторону и говорят, ну нет, ну не так интересно, уже это один раз не взлетело. А, кстати, извините, а почему в 60-е годы прошлого века это не взлетело тоже? Буквально это взлетело в буквальном смысле, потому что это взлетело в космос. И основное направление робототехники в 60-е годы, это, конечно, было использование в космосе, в опасном производстве и в оборонной промышленности. То есть, просто руки не дошли до обычного бытового такого отношения? Технологии были не там. Вот, все-таки, наверное, технологии были не те и не там. Ну, смотрите, мы сейчас живем уже, слава богу, в 21 веке, да, 13-й год на дворе, технологии другие, они ушли далеко вперед. Вот, и тем не менее, вот эти оппоненты, о которых сейчас рассказываю, все равно морщатся, да, и говорят, что нет, наверное, опять не взлетит. Да, и кто-то прав, может быть, они правы, может быть, правы те, кто говорят, что на самом деле мы стоим на пороге робототехнической эволюции. Но есть, в общем, объективные причины, которые говорят о том, что робототехника все-таки будет, значит, будет дальше очень активно развиваться. Ну, я бы здесь выделил, наверное, три таких фундаментальных вещи. Значит, первое – это стремительное строение населения. Значит, для того, чтобы на самом деле обслуживать всех стариков, которые есть в развитых странах или даже в развивающих странах, значит, нужно банально больше людей. Значит, это значит, что мы должны рано или поздно задуматься о том, как мы можем помогать этому, значит, потому что требуется больше людей, больше денег на пенсионное обслуживание и так далее, и так далее. Вот робототехника – один из способов частично, не полностью, конечно, но частично заменить человека в этом. Значит, это первый очень важный тренд. Значит, второе очень важное – это крайняя степень международной конкуренции по производительности труда. Значит, наверняка вы слышали, у вас уверен на радио кто-то говорил о том, чтобы вернуть производство назад в Америку. Такой вот недавно Обам выступал. Мы, да, многократно эту тему даже обсуждаем. Я уверен в этом. Значит, робототехника является ключом к этому. И в том числе возникли на базе уже этой темы в Соединенных Штатах различные роботехнические стартапы, которые говорят, вот смотрите, мы таким образом автоматизируем, повышаем производительность труда для малых предприятий в Соединенных Штатах. Не просто те, которые делают какое-то ПО, программное обеспечение, находят в сервисной экономике, а в промышленности. Поэтому улучшение производительности труда и международная конкуренция в этом, она также очень сильно связана на робототехнику. Ну, я дам второй пример, связанный с этим. Например, автомобильные заводы в Германии. Значит, средний возраст работников, если мне не изменяет память, старше 40 лет. Там 45-50 лет. Людям, на самом деле, тяжело поднимать детали. Значит, поэтому робототехники в Германии задумываются не о том, как заменить этих работников, а о том, как позволить им выполнять их функции без того, что они очень сильно напрягаются. Альберт, а можно сказать, что они не только о первом, так сказать, моменте задумываются, робототехники в Германии, но и о втором тоже совместить можно? Да, да, да. 40-45 лет, а ему скоро на пенсию. Да, да, конечно. Но они задумываются об экзоскелетах, которые помогают людям выполнять свои функции. Поэтому очень важно. Это, на самом деле, тоже часть робототехники. И третье очень важное направление – это взаимодействие человека и опасных ситуаций. Значит, опасные ситуации, они где могут быть? В боевых действиях на фронте. Они могут быть чрезвычайной ситуацией на ядерной электростанции, как было совкусимой. То есть, они совершенно в разных местах возникают. И пока в таких ситуациях замены человека нет. Значит, например, стремительное развитие американской военной робототехники связано именно с тем, что в какой-то момент думающие люди вот в команды в Соединенных Штатах, в научно-технических кругах поняли, что на самом деле самое дорогое – это наши люди. Значит, поэтому мы должны заменить их машинами там, где это возможно. Этот тренд, он будет не только действовать для Соединенных Штатов, он будет действовать для России, для всех стран. Потому что люди будут стремиться заменять машины там, где есть опасность для человека. Неважно, какого рода это опасность. Стихийное бедствие, ядерная электростанция, боевые действия и так далее. Вот эти вот три тренда, которые говорят нам о том, что робототехника придёт. Придёт рано или поздно. Рано или поздно она придёт, это без сомнения. Вопрос просто когда и в какой форме. Вот когда мне задают такой вопрос, как она придёт, я думаю, что всегда об эволюции. Как выползли вообще первые существа из воды на Землю. Они были страшно неуклюжи, они были очень непохожи на тех, кто ходит сейчас. Значит, постепенно эволюционировали. То есть, они приспосабливались, да? Они приспосабливались к каким-то изменяющимся условиям. И выживали те, кто быстрее приспосабливался. Примерно то же самое, только, конечно, намного-намного быстрее будет с робототехникой. То есть, то, что сейчас выходит на сушу, оно очень, наверное, неуклюже, выглядит неправильно, но они будут рано или поздно выходить на сушу, потому что есть в этом потребность общества, кардинально. Кстати, если говорить всё же о потребности общества, ну, давайте так рассмотрим робототехника, это один из вариантов. Может быть, есть какой-то и альтернатива, и не связанная с тем, что мы будем, так сказать, механизировать некий процесс. Ну, вот сейчас возвращаемся к старению. Процесс старения, да? Можно каким-то образом, я не знаю, подумать о демографической ситуации. Нет, нет, подождите. Мы же говорим всего лишь о том, чтобы помогать людям ухаживать за своим здоровьем. Есть другой тренд. Давайте продлим активную фазу деятельности человека. Совершенно верно. Как вариант. Вы тоже наверняка обсуждаете эту возможность. Но это просто находится чуть-чуть в другой области. И мы рано или поздно продлим активную фазу жизни человека. Но всё равно будет та фаза, когда ему будет нужен уход, либо ему нужно заботиться будет о своём здоровье. То есть одно другому не мешает, что называется. И тем более не исключает. Тренд в создании роботов, он всё равно на этом основан, на проблемах старения человечества, на повышении эффективности производителя труда. Это то, о чём вы говорили. Совершенно верно. А что из этих, на ваш взгляд, по крайней мере, что из этих трёх фундаментальных причин наиболее эффективные, наиболее сильные? Можно выделить что-то? Да, да. Наверное. Но я хотел бы просто рассказать вам одну историю, которая будет интересна радиослушателям. В Японии есть один такой очень известный робототехник. Хироши Ишигура. Который занимается андроидной робототехникой. Вы наверняка о нём читали. Потому что человек, который делает свою копию. Он очень много лет посвятил этому направлению. Он делает свои копии. Он считает, что, в общем, это интересный тренд. Я его спросил, когда ездил в Японию, я его посвятил для того, чтобы просто поговорить, познакомиться. Я его спросил, почему в Японии вот так очень хорошо развивается персональная робототехника. И он назвал три причины. На самом деле их четыре, но он назвал три. Первая причина – это то, что в Японии никогда не было интереса у военных к робототехнике. И поэтому они просто забыли вообще про это направление. Было полностью предоставлено самим себе. И в результате началась развиваться персональная робототехника. То есть, выход нужен был, тем не менее. Индустриальная и персональная робототехника. Да, потому что направление есть. Электроника есть, люди есть, которые хотят работать. Абсолютно. И поэтому туда пошли деньги, исследования, в том числе государственные вложения. В Америке и в России произошло ровно в счётном противоположное. Военные, как они осознали вообще возможности, которые предоставляет такая техника, они начали туда вливать большие деньги, вложения, людские, интеллектуальные, финансовые. И в результате этого именно этот тренд там выстроил. Соответственно, если вы посмотрите на то, как сейчас происходит миграция технологий, то там есть замечательное агентство DARPA, которое на самом деле налаживает фактически мостик от военных в гражданские технологии. Не только от гражданских военных, но и наоборот. Это очень важно. Я прошу прощения, мы сейчас прервёмся. У нас новости на Финам.ФМ. Потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Альберт Ефимов, директор по проектам кластера инвестиционных технологий фонда Сколково. Обсуждаем мы сегодня бизнес на технологиях 21 века, мобильное здравоохранение и робототехнику. Ну, собственно, вернёмся к нашему разговору. Вы очень интересно рассказывали о своей поездке в Японию. Да, ну, в общем, на самом деле, вы просто задали вопрос, какие технологии выстрелят. Я сказал, что это очень сильно зависит от того, в какой стране, на самом деле, мы находимся. Значит, если мы находимся в той стране, которая не заточена на, скажем так, интеграцию с оборонно-промышленным комплексом, то тогда, наверное, выстрелят одни технологии. Если мы находимся в странах, где интеграция общества и оборонно-промышленного комплекса очень высока, а Соединённые Штаты и Россия являются и такими странами, то ситуация будет совершенно другой. То есть локомотивом движения в развитии робототехники будут совершенно другие причины. Ну, смотрите, вы назвали, да, по понятным причинам Россию и Соединённые Штаты Америки, ну и, в качестве примера, Японию ещё. А есть некие другие, да, третьи страны, которые могли бы стать, по крайней мере, в ряд вот этих трёх вышеназванных и тоже, каким-то образом, локомотивами в этом направлении служить. Да. Китай, вот мне хочется... Смотри, ну, у каждой страны стоят на повестке дня свои задачи. Значит, у Китая есть задача повышения конкурентоспособности, потому что они используют дешёвый людской труд. Значит, если вы слышали, недавно Foxconn объявил о том, что они собираются поставить, мне кажется, миллионы роботов на фабриках Foxconn, которые как раз клепают айфоны. Значит, для того, чтобы, во-первых, исключить дешёвый людской труд, а во-вторых, повысить свою конкурентоспособность, например, с Samsung. Значит, это первое. Это важно для Китая, поэтому индустриальная робототехника важна очень для них. Значит, для стран, таких как Япония или другой пример, я дам, Южная Корея, очень важна робототехника, связанная со здоровьем людей. Это не только персональная робототехника, но и медицинская робототехника, о которой мы можем поговорить позднее. Значит, для стран, которые, опять же, говорят о своей конкурентоспособности на мировой арене, такие как Германия, Великобритания, для них очень важна индустриальная робототехника, промышленная робототехника. То есть, то, что они используют в промышленности. Значит, какие ещё примеры могу дать? Интересно посмотреть на то, что происходит, наверное, в этих трендах и также в европейских университетах. Они очень много внимания уделяют именно персональной робототехнике, и причём даже они называют это персонально ориентированной робототехнике. Например, это может быть какое-то устройство, которое с вами общается, но совершенно не похоже на человека. Но оно предназначено именно для интерактивного общения. То есть, задача такой не ставилась, чтобы сделать из него модель человеческого образа? Да, не-не-не, совершенно не обязательно. Я дам вам пример. Значит, одного проекта, с которым я познакомился, когда был в Империо-Колледже Фландон. Это инвалидная коляска, предназначенная для людей. Они сделали это специально, на самом деле, для детей с ДЦП. Очень трудно точно вводить электрическую коляску таким людям, потому что банально нервные окончания недостаточно развитые, они не могут точно её управлять. Соответственно, они сделали ту коляску, которая называется вспомогательное управление. То есть, человеку достаточно просто чуть-чуть показать это направление, а дальше машина, компьютеры, сенсоры, которые установлены на этой коляске, помогают в вождении этой коляски, не дают столкнуться с препятствиями. То есть, это на самом деле тоже робототехника. Ну, лучше, какой ещё дать пример? Соединённые Штаты, вот я сказал, там был большой всплеск интереса к военной робототехнике со стороны государства, а сейчас идёт очень большой всплеск интереса к индустриальной робототехнике для повышения производительности труда и использования персональной и сервисной робототехники. Ну, наверное, пылесос, айробот. Уже, да. Уже норма жизни вообще у нас. Совершенно верно. В связи с этим, возможно, просто было бы интересно понять, что есть интересного в робототехнике, определить, так сказать, поляну, что существует. Стандартно есть несколько видов робототехники. То есть, опять, всё это количество можно на какие-то группы разделить? Ну, давайте мы как-то разделим это, сегментируем, систематизируем. Давайте. Значит, мы сказали про военную робототехнику. Это совершенно отдельная, довольно закрытая область, но, тем не менее, многие о ней знают, тут можно посмотреть на массу разных роликов, как это используется. Начиная от телеуправляемых роботов, такие, которые ездят или летают, да, и кончая полностью автономных средств, которые принимают решения. Значит, много дискуссий, можем там обсудить. Следующее направление – это так называемая экстремальная либо специальная робототехника. Пример – это роботы, которые могут работать на ядерных электростанциях в случае катастроф. Это просто тоже отдельное, так сказать, поле деятельности. Следующее – это индустриальные робототехники. Это промышленные роботы, которые работают на сборочных производствах, например, на конвейерах собирают автомобили. Это тоже отдельная очень важная отрасль. Отдельно отмечу, что для них очень важны, например, такие вещи, как техническое зрение. Техническое зрение. Технически. Они должны понимать вообще, что перед ними. Точно так же вообще для всех роботов, которые занимаются производством и находятся рядом с людьми, важно просто, они должны понимать, что перед ним. Потому что когда он просто запрограммирован, взять из одной точки предмет, другую поставить, это одно дело. А если он должен понять, что перед ним, и в зависимости от этого... И сделать выбор еще. Совершенно верно. Какое-то действие, это совершенно другая ситуация. То есть у него должно быть понимание. Третья важная область – это сервисная робототехника. Пример сервисной робототехники – это пылесос iRobot. Он довольно простая машина, если так задуматься. Он выполняет простую функцию, но выполняет ее замечательно. И как-то он изменяет окружающий мир. Как? Ну, просто чистит квартиру. Ну, к лучшему, да? Да, к лучшему. Это сервисная робототехника. Следующее направление – это персональная робототехника. Это робот, который не только находится рядом с нами, но еще общается с нами. Он предназначен для этого. В основном это игрушки. Какие-то роботы, которые сопровождают нас. Это очень часто используется для общения, например, с поживыми людьми, либо с детьми. Значит, считается это перспективным направлением. Например, общение с детьми, страдающими аутизмом. Им сложно общаться друг с другом, с другими детьми, но, как кажется, им проще намного общаться с таким роботом, с механизмом. Следующее направление – это медицинская робототехника. Значит, она тоже существует, начиная от огромных робототехнических комплексов, как да винчи, и кончая маленькими пилюлями, которые вы глотаете, для того, чтобы врач мог исследовать желудочно-кишечный тракт без этой унизительной процедуры по глотанию этой кишки. Значит, и последнее, ну нет, предпоследнее направление, которое стоит отметить, и которое начало развиваться раньше всех, это космическая робототехника. Значит, вот надо понимать, вот эти 7 минут ужаса, которые демонстрировали нам НАСА в прошлом году при посадке ровера на поверхность Марса, это, конечно, феноменальная вещь, потому что эти 7 минут аппарат действовал полностью автономно. То есть, вне связи с Землей. Это здорово, это, конечно, очень большое достижение. И последний область робототехники, который я тоже разделил бы, это образовательная робототехника. Значит, туда относятся такие конструкторы, наверняка, вот вы слышали, Lego Mindstorm, которые позволяют школьникам что-то изобретать. На самом деле, удивительные вещи на них делаются, и более сложные какие-то конструкции, но, тем не менее, они служат именно задачи образования школьников, студентов. Они помогают им делать интересные проекты именно с точки зрения того, чтобы научить людей электроники, программированию. Если вот поляну так структурировать, то это будет такая область. Это очень интересно. А если продолжить этот разговор уже с точки зрения тех тенденций, той ситуации, которая в России сейчас происходит, наверное, все-таки мы традиционно как-то, либо следуем за общей, общей мировой какой-то технологией, создаем все же, может, еще до сих пор оригинальной. Значит, ну, смотрите, мы с вами разговариваем о, так сказать, в Пайдвее форума открытой инновации, на которой я являюсь организатором панели по робототехнике. И что для меня важно? Там будут участвовать много очень выдающихся людей, которые занимаются робототехникой как в России, так и за рубежом. Но основное, это то, что мы должны донести до публики в ходе такого публичного обсуждения, это, первое, какие у нас есть перспективы для стартапов, особенно в России, которые занимаются робототехникой. Потому что это направление меня больше всего интересует. Потому что я занимаюсь этим Сколку, я стараюсь сгруппировать вокруг IT-кластера Сколку робототехнические стартапы. Значит, второе, это что нам мешает? Какие препятствия нужно преодолеть для того, чтобы дальше идти развиваться именно в области робототехники? В принципе, можно сказать, что все задачи, перспективные задачи по робототехнике, они группируются вокруг примерно 4-5 направлений. Давайте сейчас их озвучим. Какие не решенные задачи есть и куда нужно идти стартапом? Значит, первое, это механика. У нас масса интересных роботов есть. На YouTube масса самых разнообразных роботов, роликов, о них можно найти, в том числе очень продвинутые. Но штука в том, что их механика, она крайне несовершенна. И эта механика на самом деле, это математика в чистой воде. В России всегда сильные математики. Я думаю, что у вас много об этом говорили. И как сотрудник кластера, через который прошло почти 2000 проектов, подававшихся Сколку, попало около 300 проектов, я могу сказать, что да, так оно и есть, и действительно до сих пор это так. Математика, она очень сильная, сильная математическая школа. И механика робота начинается с математики. То есть с вычислительной функции какой-то, да, как он шагает, как он действует, как действует манипулятор. То есть это достаточно сложная математическая теория. Они есть у нас все еще. Это очень важно. Значит, второе, это, ну, знаете, вот разделяют три традиционные функции робота. Это он должен чувствовать, то есть сенсоры, которые воспринимают окружающий мир. Камеры, я не знаю, что угодно. Расстояние определяют, ультразвуковые сенсоры, лазерные сенсоры. Это вот такое направление. Он должен понимать результаты этих сенсоров. Значит, что перед ним. Знаете, различить вот стакан воды, который стоит передо мной, и, я не знаю, что угодно, ручку. На самом деле робот может после очень долгих трудов программистов. Потому что это сложная задача. Это может сделать двухлетний ребенок. Робот сейчас с трудом решает такую задачу. Но, тем не менее, он должен ее решать. А как же значит? Если он хочет вообще находиться в нашем мире, окруженном предметами, сделанных людьми для людей, он должен решать эту задачу. Потому что сейчас роботы не могут решать эту задачу. Я еще потом какой-нибудь пример дам. И третья важная задача, которую решают роботы, это действия, которые связаны с тем, что он понял. Ага, я понял, передо мной стакан воды. Я должен взять этот стакан воды так, чтобы не раздавить сам стакан. И куда-то его переставить. Не расплескать воду. Не расплескать воду. Я не знаю, что угодно. Потому что робот же не понимает, что перед ним стекляшка. Он может привожить одно усилие, а может привожить совершенно другое. То есть, он должен понимать вот такие вещи. Или там некоторые мои коллеги приводят такой пример всегда. Беспилотный танк, если взять. Откуда он знает, что находится перед ним? Трава или дерево? Потому что он видеть может, да. Он понимает, что это препятствие. Что-то есть, да. Что-то есть. Но плотность его определить вообще сейчас даже не в состоянии. Это очень серьезная задача по распознаванию образов, которые перед ним стоят. И вот все эти задачи, которые я сейчас сказал, они на самом деле решаются программным обеспечением. То есть, таким образом, программное обеспечение, это вот наша сильная сторона, оно... Наша сильная, наша российская сторона. Наша российская сильная сторона, оно именно нам фактически должно помочь преодолеть этот гэп. Альберт, я прошу прощения. Сейчас мы прервемся и после паузы продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финнам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем бизнес на технологиях 21 века. Говорим о робототехнике и мобильном здравоохранении. В студии «Бизнес-класс» Альберт Ефимов, директор по проектам «Кластеры информационных технологий» фонда «Сколково». Ну что ж, продолжайте, пожалуйста. Альберт, и так мы, собственно, возвращаемся. Да, мы говорили просто о перспективных направлениях, какие есть в робототехнике. Я идентифицировал те направления, которые подчеркивают наши возможности, дают возможность, по крайней мере, нашим людям участвовать в этом международном разделении труда. Потому что действительно... Оно существует. Да-да-да, конечно, оно существует. Есть в некоторых странах лучше... Например, Южной Корее лучше всего удается в медицинские роботы. А Соединенные Штаты очень хорошо продвинулись по автономным транспортным средствам. Ну, это известно. Google уже тестирует машины очень активно. В Великобритании такие машины очень активно тестируются. У нас есть тоже такие же «Газели». Ребята недавно сделали беспилотную «Газель». Но это очень такая экспериментальная стадия. Специфическая очень, я бы сказал. Ну, прямо скажем, отставание наше в этой области, оно достаточно значительно. Именно с точки зрения предоставления комплексного решения. Но, тем не менее, у нас очень хороший задел, ну, по крайней мере, я сейчас вижу, именно с точки зрения математики и программного обеспечения для робототехники. Я вам дам один пример. Наверное, слушать им ничего не скажут. Название OpenCV – это одна из открытых библиотек компьютерного зрения. Она изначально была сделана в Соединенных Штатах. Но я думаю, что практически никто сейчас не знает, что сейчас OpenCV поддерживается командой нижегородских разработчиков. Ну, вот ребята сидят в Нижнем Новгороде, большинство из них выходцы из Интела, и там продолжают разрабатывать эту библиотеку, которой пользуются десятки тысяч робототехников по всему миру, которая является основой для разработки других систем на роботах, на автономных транспортных средствах. Вот. То есть, вот мы называем это Software Intensive – программно-насыщенные компоненты. Я думаю, что вот это ключевая компонент России, которая здесь есть. Значит, если говорить о том, что мешает развитию робототехники, то я бы, конечно, сказал несколько вещей. Мешает… Прежде всего, недостаток элементной базы, потому что цельное решение получается только тогда, когда есть доступ к дешевым сенсорам, к дешевому прототипированию, как и в Соединенных Штатах. То есть, там такие вещи, как хакинг-спейс, в котором можно, в принципе, собрать робота, возникают практически в каждом городе, в крупном городе Соединенных Штатов. Люди собираются и что-то клепают. Здесь это пока еще редкость вообще. Я думаю, что хакинг-спейс такой есть в Москве, парочка и в Пите, я слышал. Ну, редкость именно потому, что, во-первых, этим не так давно мы занялись, наверное, это не так востребовано еще, поэтому редкость. Очевидно, что тенденция-то, она глобальная, она мировая. Тенденция глобальная, просто не так много людей этим занимаются. Потому что все наши деньги, которые приходят, в том числе венчурные деньги, фондовские деньги, я имею в виду фондовские деньги не только с колл, а вообще все, что здесь есть, оно все идет в те направления, которые готовы дать отдачу в краткосрочной перспективе. Вот это уже ментальность российского инвестирования. Да, это совершенно верно. Значит, робототехника – это не та отрасль, которая даст отдачу в перспективе одного-двух лет. Это совершенно точно. Это не интернет-магазин, это не ее коммерс, ничего подобного не будет. Значит, здесь очень интересно сравнение, которое Билл Гейтс дал несколько лет назад. Он сравнил робототехнику. Билл Гейтс, кстати, очень увлекается направлением. Значит, он был инициатором направления внутри Майкрософта по робототехнике, которое привело к созданию Microsoft Visual Robotics Studio. И вот он сравнивает сейчас робототехнику в текущее состояние с тем состоянием, в котором была компьютерная индустрия в конце 80-х годов. Крайняя дефрагментация, отсутствие стандартов. Есть десяток операционных систем, которые каждый производитель компьютеров вставляет со своими компьютерами. Значит, он говорит о том, что сейчас робототехника переживает то же состояние, которое было почти 30 лет назад в этой отрасли. И, в принципе, мы находимся в самом начале этого пути. Соответственно, лидеры в этой отрасли определятся примерно через 5-10 лет. И совершенно не обязательно, что это будут те лидеры, которые лидеры сейчас. Потому что это сложная конкурентная борьба, в том числе технологическая. И я думаю, что в течение следующих нескольких лет мы будем свидетелями очень такого жесткой конкурентной борьбы и интересных технологических порывов. Интересно. Так вот, возвращаясь к препятствиям, что в ряду препятствий еще можно, так сказать, озвучить? Вы знаете, наверное, все-таки я бы сказал, что ориентированность, ну, как, это не то, что препятствие, но очень сложно привлечь людей к работе над... правильных людей к работе над гражданскими проектами. В стране ориентированной на фоенно-промышленный комплекс. Вот эта часть понятна более-менее, хотя о ней тоже, наверное, стоит поговорить. А что такое правильные люди? Это значит, что это правильные люди, обладающие правильным опытом. Для того, чтобы создать что-то интересное в области робототехники, необходим 10 плюс опыт в этой отрасли. Значит, мы видим интересные коллективы, студенческие, которые создают по большей части такие же студенческие интересные проекты, образовательные. С точки зрения... Это фан, это может быть интересно, но с точки зрения масштабирования и особенно бизнеса это не очень интересно, потому что маржинальность это, во-первых, очень маленькая и низкая, а во-вторых, невозможно построить глобальный бизнес на таком решении, потому что их очень много. Вот просто их очень много, и каждый из них продвигает свою платформу или что-то еще. И там огромное количество бесплатного, как программного обеспечения, так и условно-бесплатного железного обеспечения. Так что... Здесь надо говорить, наверное, время должно. В любом случае, время должно. Я думаю, что... Вы знаете, я не знаю насчет времени. Дело в общем. Кадры в вузах, которые занимались робототехникой, подрастеяны. Ну, в силу, опять же, естественных причин. Средний возраст профессорского преподавательского состава по самой оптимистичной оценке, наверное, лет 50, может быть, и постарше. То есть, что это значит? Это значит, что через 10 лет они уйдут на пенсию совсем. Ну, если там захотят... И вряд ли они будут продолжать. Соответственно, вот этот гэп профессорского преподавательского состава, он вообще есть во всех отраслях преподавания, и в робототехнике тоже очень сильно чувствуется. И я, честно говоря, не знаю, что будет с этим. Единственное, что можно сказать, что, ребята, студенты, вы изучите фундаментальную часть здесь, но поезжайте на стажировку куда-нибудь еще, посмотрите, как там, потом возвращайтесь обязательно. А вариантов других нет, да? Потому что здесь стажировка, она... Ну, что значит? Я считаю, что вообще любой технический специалист должен где-то пройти стажировку, где-то еще. Это просто его обязанность. Как Петр Первый посылал, понимаете, людей на... посмотреть, как там делается, да? И потом вернуться... Он посылал людей посмотреть, как там делается, потому что здесь-то ничего не делалось. Тогда не было такой возможности. Здесь делается что-то еще, там делается что-то еще. Понимаете? Мир просто очень большой. Понятно. И ограничивать только тем, что делается здесь, это значит просто искусственно себя ограничить, потому что отрасль очень большая. Когда люди занимаются какой-то очень узкой область, например, космосом, тогда понятно, я думаю, что действительно можно заниматься этой отраслью в одном месте. Да. А когда еще идет о том, что человек, который занимается компьютерным зрением, он должен поизучать еще, как это делают в других местах, в разных отраслях, специальные робототехники, сервисные робототехники, он должен посмотреть на другие места. Польза совершенно была очевидна. Ну, а, кстати, у наших студентов есть такая возможность съездить и посмотреть? Да, в прошлом году я даже вместе с нашей молодежью, в Колковской, у нас есть открытый университет Сколково, и там они организовали очень интересную программу для молодежи в Imperial College of London по стажировке в области робототехники. Примерно человек 20 поехало, по конкурсу всех отбирали. Я решил трехнуть с тайной и тоже участвовал в этом конкурсе, и меня выбрали в Imperial College of London. Ну, я все-таки соответствующее образование тоже имею. Вот, и тут тоже там поучился, и страшно доволен, могу сказать, что это очень полезно. То есть, вот такой обмен, когда вы находитесь в лаборатории, и вам в лаборатории рассказывают, что они делают с техническими подробностями, конечно, просветляет очень хорошо. Ну, вот пример такой понятен, да, поскольку Сколково, что называется, в авангарде сейчас, а для каких-то других менее значимых образовательных учреждений все же есть возможность поездить, по миру посмотреть? Ну, это зависит, на самом деле, я знаю ребят, которые ездят. Я не могу сказать, как они ездят, потому что это же зависит очень сильно от возможностей вузов, от возможностей ребят. Но то, что возможности они есть, и люди ездят, это совершенно точно. То есть, надо просто напрячься в какой-то момент, сильно захотеть. Надо сильно захотеть, и я искренне считаю, что ничего плохого в том, что молодой человек ездит для того, чтобы поучиться год-два еще где-то, нет вообще. Наоборот, только хорошо. Здорово. Кстати, вот мы начали с того, что вспомнили фантастические рассказы прошлого века, и сейчас, может быть, они меньше, так сказать, популярны. Фантастика, я имею в виду, вот с этой точки зрения. А есть вообще, если помечтать, да, можно говорить о том, что через какое-то время действительно робот встанет во многих областях производства или во многих областях жизни, он встанет на замену человека. На замену человека? Да, да, вместо человека. Да, я думаю, что такое время на самом... Смотрите, на замену части функций человека, это совершенно точно, и это очень драматический сценарий. Об этом можно немного порассуждать. Только единственное, что это не совсем та робототехника, о которой мы говорили, потому что мы говорили о тех роботах, которые меняют физический мир. А вот есть еще те роботы, их тоже называют роботами, которые не меняют физический мир, но сидят, например, в айфоне. Си, это робототехника тоже, отчасти, потому что это так называемый мобильный ассистент. И я думаю, что примерно через 5 лет на английском языке и примерно через 7-10 лет на русском языке, когда вы звоните в какой-то колл-центр, вы не будете знать, с кем вы разговариваете вообще. Ну, в том плане, что это будет не человек, скорее всего, не девушка по имени Катя. Это будет с вероятностью 90% не человек. И вы будете получать от него нормальные, естественные ответы, даже не подозревая, что вы разговариваете с компьютером. То есть нормальные, естественные ответы в том плане, что он выслушивает вашу фразу и то, что ему запрокраммировано. Нет, нет, нет. Он не просит вас, назовите номер вашего пин-кода. Да, да, да. Как сейчас. Системы сейчас довольно грубо работают. Это связано и с распознаванием, и с синтезом речи. Но синтез речи становится все более и более лучшим. Значит, на английском языке он почти приближается к нормальному. На русском языке еще очень далеко от нормального. Я думаю, что это просто вопрос усилий компаний, которые этим занимаются. А есть разница, да, английский язык, русский язык. Да, да. Смотрите, о синтезе речи тоже можно поговорить, но просто английский язык, поскольку очень много людей этим занимается, то очень много программного обеспечения создано, очень большая конкуренция различных решений. Поэтому качество, конечно, чуть-чуть лучше, чем на русском языке. Но тем не менее, я думаю, что качество и русского языка тоже будет подтягиваться. Это всего лишь вопрос времени. Вопрос времени. И тем более рынок, вы знаете, у нас огромный. Тоже первый в Европе с точки зрения интернет-пользователей. Поэтому вот такой тренд, я думаю, что он будет очень драматичным. И, знаете, можно себе представить ситуацию, когда вы будете просто кричать в трубку, говорить, ну дайте же мне поговорить с человеком. Да. А, кстати, драма вот этого тренда, о котором мы сейчас рассказываем, еще есть в том, что, наверное, люди, которые раньше отвечали на эти звонки, они теряют работу, в этом тоже драма. В этом тоже драма. Но представьте себе, что ответ, когда вот вы говорите, ну я хочу в конце концов поговорить с человеком, ответом будет, ну я же есть человек. Понимаете? И попробуй, проверь. Да. И тогда точно наступает тест тьюинга. Когда вы точно не знаете. Кстати, я верю, что тест тьюинга будет пройден на английском языке, я думаю, в течение трех-четырех лет. Ближайшем. Да. Может быть, раньше, но, в общем, пессимистичная оценка примерно такая. На русском языке чуть-чуть позже. Потому что это, опять же, сложнее. Просто не так много людей этим здесь занимаются. Вот тест тьюинга, надеюсь, радиослушатели представляли себе, что такое. Ну, если можно, может быть, не все. Буквально вкратце, вы не можете узнать, кто перед вами. Человек или машина. Такая игра в определение. Ну, смотрите, я не могу узнать, человек или машина, на слух. А пройдет время, я не смогу узнать, человек или машина, и визуально тоже, наверное. Ну, визуально, да. Да, но я думаю, что это очень-очень нескоро. Нескоро, да, скорее всего. И такая робототехника, когда, знаете, как в Blade Runner, и вы не сможете отличить, кто перед вами человек или машина визуально, это будет, конечно, очень большое будущее. К вопросу о вытеснении работ людьми, давайте вернемся. Значит, есть такая теория, которая говорит о том, что роботы не вытесняют на самом деле рабочие места людей, потому что на самом деле они будут больше способствовать возникновению рабочих мест. Банально этих роботов нужно программировать, делать, и более того, рабочие места, которые будут созданы в робототехнической отрасли, будут более высокооплачиваемы. Да, потому что более квалифицированы. Совершенно верно. Поэтому на самом деле, конечно, развитие робототехники – это социальное развитие тоже. Вот это надо понимать, вытеснение вряд ли будет. Именно поэтому для России очень важно развивать робототехники. Почему? Потому что кем мы являемся? Потребителем промышленных роботов, которые нам подставляют другие компании? Либо мы производим, собственно, робототехники. Либо мы создателями, собственно. Альберт, спасибо. Еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Ну что ж, продолжаем наш эфир. Еще раз я напомню, сегодня в гостях в бизнес-классе Альберт Ефимов, директор по проектам кластера инновационных технологий фонда Сколково. Мы обсуждаем бизнес на технологиях 21 века, мобильное здравоохранение и робототехника. Последняя часть осталась, немного времени у нас. Тогда, может быть, действительно о медицине поговорим. Давайте поговорим о медицине. Для того, чтобы просто перейти логично от робототехники к медицине, я просто скажу чуть-чуть о использовании роботов в медицине. Есть два тренда. Первый тренд – это медицинская хирургия, робототехническая хирургия. Ее представляет такой известный робототехнический комплекс «Довинчи». Мне кажется, пара штук из них даже установлены в Москве. Стоимость ее повышает 2 миллиона долларов в базовом комплекте. Это очень серьезная штука, которая используется для эндоскопических операций. Это один тренд. Второй, не менее важный тренд – это использование микророботов для эндоскопии. То есть, возможно, заглянуть внутрь человека – это малоинвазивный способ. Какая польза вообще в этом? На самом деле, это просто исключение врачебной ошибки. Доктор может что-то сделать не так, если он вмешивается внутрь тела пациента. Робот практически не может ошибиться. Он обладает сенсорами, у него есть разум, который находится вне его. И доктор может это видеть и контролировать. И самое главное – он полностью стреллен. То есть, все это можно сделать полностью стрельным. Поэтому, конечно, меньше ошибок, меньше заражений и так далее. Это очень важно. И робототехника, она связана с информационной технологией. И информационная технология, она фактически сейчас приводит к новой революции в медицине. Как ни странно, медицина всегда являлась, и, наверное, так должно быть, наиболее консервативной областью человеческой деятельности. Все новации до врачей доходят позже всех. Ну, это действительно правильно. Это правильно. Как говорили известные персонажи, ошибка врача обходится очень дорого. Совершенно верно. Мы совершенно не хотим, чтобы на нас испытывали что-то новое. Никто этого не хочет. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Но что в том, что информационные технологии подошли уже к такому рубежу, что они уже не являются чем-то новым, а фактически стали частью нашей жизни. Ну, вот я вам простой пример. Я прихожу в какое-то лечебное учреждение, заполняю одну карточку обо мне. Хочу лечить свои зубы. Значит, прихожу в другое лечебное учреждение, заполняю ту же самую карточку. Никакой связи между двумя этими лечебными учреждениями нет. Хотя, в общем, у каждого человека возникает естественный вопрос. Слушайте, ребята, а вы не могли бы через интернет передать эту карточку? И уж тем более, там информация о моих зубах-то уже есть, вам тоже будет интересно. Вам не нужно делать, там все уже есть. Почему нельзя сделать так? Это же есть интернет, вроде как, можно все это запомнить. Ничего нельзя интегрировать. Единую базу данных какую-то. Интернет уже почти 30 лет существует. И более того, весь мир, на самом деле, уже идет вот поэтому. То есть у нас есть несколько технологических трендов, которые сделали возможным коммуникацию в мире медицины и совершенно другой подход к пациенту. Первое, я сказал, возникновение вообще интернета, сетей. Вообще сетевой мир. Второе – это наличие по-настоящему широкополосного мобильного доступа. Я не то что рекламирую, но я могу сказать, что с появлением айфона мир изменился. Особенно с появлением айфона 4 и 4S, которые обладают очень мощной камерой, мир здравоохранения изменился. Потому что начали появляться приложения, которые полностью используют мощности смартфона для того, чтобы сделать снимок, для того, чтобы получить информацию с сенсоров, которые могут к нему пристегиваться. То есть самые разнообразные способы. Следующий очень важный тренд – это наличие вообще дешевых сенсоров. Дешевые сенсоры возникают, потому что действует закон Мура. Это удешевление стоимости компонентов. Если раньше было померить каким-то девайсом, который крепится на теле человека, его пульс стоил достаточно дорого, это была доступна, допустим, на тренировках спортсменов еще только лет 10, может быть, назад. Не так давно, но действительно очень дорого. То есть сейчас устройства, которые имеют пульс, доступны примерно за 100 долларов. Точно так же по Bluetooth соединяются с айфоном. То есть это тоже очень важный тренд. И когда все это объединяется вместе, технологический тренд, у нас получается, что мы можем, на самом деле, получить другое качество нашей медицины, здравоохранения и использования технологии. Поэтому сейчас говорят о цифровой медицине. На открытых инновациях у меня будет дискуссионная панель по мобильному здравоохранению, о том, какие есть перспективы в этом направлении и какие возможные инновации в нем, какие препятствия мешают его развитию. И у меня также будет одно очень интересное мероприятие на Сколковском стенде, которое называется цифровая медицина. Значит, в Сколково у нас примерно 15-20 стартапов, которые занимаются именно направлением цифровой медицины с самых разных позиций. Из позиции медицины, из позиции технологий. То есть есть айтишные компании, есть медицинские компании, которые много делают. Чего интересно? Начиная от генетической диагностики, и кончая устройствами, которые что-то диагностируют на человеке и передают это в облако. И вот я всех их вместе собираю на одном стенде и делаю из них такую связанную, полную связанную историю, которая состоит из твоих зон. Зона мобильного мониторинга, то есть персональный мониторинг. Что человек может узнать о своем здоровье без врача? Второе – это кабинет врача. Как он может использовать цифровые технологии о том, чтобы знать, что с моим пациентом до того, как пациент ко мне пришел, и тогда, когда пациент ко мне пришел. И третье – это цифровой госпиталь. То есть что можно сделать в госпитале? Вот такая у меня будет очень интересная история. Так что слушатели, приходите, пожалуйста. Нет, это очень любопытно. Я уверен, что многие слушатели заинтересуются и придут. А если можно все-таки, Альберт, поподробнее, значит, если оценивать опять, да, вот эту будущую конференцию, значит, три позиции, да, вы назвали. То есть взгляд со стороны врача, взгляд со стороны, так сказать, непосредственно технологий мобильных, да. Ну и мобильный госпиталь, я так понимаю, это нечто объединяющее такое. Там все объединяющее. Потому что на самом деле информационные технологии, тем и хороши, что они объединяют все. Вот это, наверное, самая прелесть вообще всего этого. Ну, точно так же, как интернет внезапно объединил людей, да. Точно так же и вот мобильные технологии нам позволяют, во-первых, получать информацию о своем здоровье, а во-вторых, передавать эту информацию тем, кто заботится о нем, докторам. Инициатива от кого? Чтобы узнать что-то о своем здоровье, да. Я сам этого хочу, что я делаю для этого. У меня есть какой-то девайс, да, в нем есть некое приложение, и это приложение позволяет мне там... Это базовый сценарий. Это базовый сценарий, когда вы сами являетесь так называемым ответственным пациентом и следите за своим здоровьем. С другой стороны, это может быть пациент, у которого нет таких сенсоров, но тем не менее, информацию, продолжим, вы полностью игнорируете мир гаджетов. Кстати, есть такие люди. Есть такие люди, да. Я не хочу иметь дело ни с какой электроникой. Но тем не менее, я хочу, чтобы информация о моей истории болезни, во-первых, была мне доступна. Вот как мы с вами проговорили сейчас сценарий, да. Я пришел в одно учреждение, и хочу, чтобы моя информация была уже там до того, как я пришел. Эту информацию, кстати, я могу носить с собой. Вы понимаете, да, есть просто электронный ключ, флешка, я не знаю, RFID-чип, который позволяет вот этим лечебным учреждениям соединиться с облаком и прочитать эту информацию. Это другой совершенно сценарий. Но тем не менее, тоже завязан на информационные технологии, и это мобильное здравоохранение. Почему очень важно мобильное здравоохранение? Здесь важно просто понимание этого факта. Что пребывание в госпитале человека, его лечение там несравнимо дороже, чем предохранение заболевания. Поэтому, когда вы получаете информацию с помощью мобильной диагностики о вашем состоянии здоровья, вы можете, во-первых, принять предупреждающие меры раньше, профилактические меры сами. А во-вторых, вы можете пойти к врачу раньше, до того, как вам стало плохо. И вас уже отправляют в госпиталь. То есть, в госпитале имеется тот самый стационар, присутствие в нем гораздо дороже. Смотрите, если у вас есть устройство, которое выполняет ежедневный мониторинг вашего артериального давления в удобной для вас форме и сообщает вам об этом, это нам несравнимо удобнее. Она вам скажет, слушай, что-то тебе нужно в образе жизни поменять. Потому что у тебя повышено чуть-чуть. Значит, вы начинаете менять это. Если вы не знаете о том, что происходит с вашим здоровьем, очень сложно что-то поменять. Мысль такая не придет. Мысль такая не пойдет. И она пойдет только тогда, когда плохо станет. А, соответственно, вот эта технология мобильной медицины, она может предупреждать на опережение работать. Мы, конечно, говорим про мобильное здравоохранение. Потому что, если сказать, это здравоохранение, охранение здоровья. Медицина – это все-таки немножко другое. Медицина – это лечение. Понимаете, мобильно очень сложно лечить человека. Диагностировать все же возможно. Диагностировать возможно. Кстати, мобильный госпиталь в таком случае. Мобильный госпиталь – это банально тот же госпиталь, только поставлен на мобильное шасси. Он содержит, может быть, более портативное оборудование, более компактное. То есть буквально он может перемещаться в пространстве, соответственно. То есть не я к нему иду, а он ко мне. Но это обычно происходит в случае либо удаленных населенных пунктов, либо каких-то катастроф, стихийных бедствий. То есть, наверное, мы не хотим везде иметь мобильный госпиталь, потому что госпиталь – это такая очень базовая функция, которая должна стоять на земле и никуда не двигаться. Вы знаете, что он там. Хотелось бы, да. Я понял. Спасибо огромное, Альберт. Смотрите, у нас осталось две минуточки. Давайте традиционно тоже помечтаем, что будет в ближайшие два, три, пять, десять лет уже с точки зрения мобильного здравоохранения, на мой взгляд. Я мечтаю о том, чтобы на самом деле в каждом доме было устройство, которое позволит людям узнать, почему мне плохо. По частичным заболеваниям я думаю, что это будет реализовано в течение следующих пяти лет. А это от кого зависит, опять-таки? Мне тоже хочется, значит, я должен куда-то обратиться или что-то настроить так, чтобы это получилось? Смотрите, это зависит от совпадения очень многих факторов. Первое – это желание действительно инженеров, врачей этим заниматься. Второй фактор – это прием вообще врачебного сообщества таких методов, потому что оно очень консервативное, это одним из самых главных препятствий вообще в адаптации мобильной диагностики. Вы приходите к врачу, а он говорит, я даже знать не хочу, что вы там намеяли своими гаджетами. Да, я показываю, даю ему флешку этого. Он говорит, не-не-не, все это полная ерунда. Мы должны добиться довея, как со стороны люди, которые делают такие гаджеты, они должны сделать такими, что они 100% надежные. А с другой стороны, врачи должны сами осознать, что мы все-таки должны смотреть на то, что происходит с технологиями, с пациентом. И, кстати, многие врачи начинают смотреть. Есть такое исследование, которое говорит о том, что 60% врачей в Америке готовы переслать информацию пациенту по электронной почте. Но только 60%. Представляете? Да. Это большой прогресс. Я думаю, что если провести такое исследование в России, то я думаю, что... Гораздо меньше. Будет там меньше 6%. Более того, я думаю, что меньше 6% врачей вообще знает, что такое электронная почта. Ну, то есть, мы просто находимся сейчас, наверное, в разных трендах. В разных трендах. Мы на перипетии будем говорить так находимся, но, опять-таки, надежда есть, что мы в этом направлении будем Я думаю, что через 5 лет по списку заболеваний мы будем способны диагностировать человека, не ходя к врачу. Дай бог. Спасибо огромное. Спасибо. Очень интересно. Альберт Ефимов, директор по проектам кластера информационных технологий фонда Сколково, был сегодня в студии бизнес-класса. Мы обсуждали бизнес на технологиях 21 века, говорили о робототехнике и мобильном здравоохранении. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует.